Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе. 300 лет на службе. В юбилей с момента основания российской полиции митрополит совершил литию по погибшим сотрудникам МВД. Пастерский визит. Глава митрополии совершил объезд строящихся храмов Кемерово. Готовы нести слово Божие. На богословских курсах Кемерово состоялось вручение дипломов. Корзина доброты. Благотворительная акция с таким названием прошла в Кемерове. С молитвой о Кузбассе крестный ход сплав посетил столицу региона. Аминь. «Святый Боже, святый крепкий, святыми смертными помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святыми смертными помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святыми смертными помилуй нас. Слава Отцу и Святой, Святому Духу и Ленией, пресны во веки веков, аминь». По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всеяруси Кирилла, 3 июня во всех храмах нашей страны, в день 300-летия с момента основания Министерства внутренних дел, совершались заупокойные богослужения, во время которых православные христиане сугубо молились о тех, кто служил в органах внутренних дел и отдал жизнь, защищая безопасность своих соотечественников. Министерство внутренних дел, в день 300-летия, в день 300-летия, в день 300-летия, в день 300-летия. В Знаменском кафедральном соборе города Кемерово литью по погибшим совершил митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митрополии. Обращаясь к сотрудникам силовой структуры и прихожанам собора, владыка отметил значимость священной действия. Я желаю, чтобы молитвенное предстательство всех святых, которых мы сегодня прославляли, хранило вас на жизненном пути, оберегало от опасностей, особенно тех, чье служение связано с риском для жизни, для здоровья. Мы должны с вами помнить, исполняя свой служебный долг, связанный с рисками для жизни и для здоровья, что нет больше той любви, кто душу свою полагает за ближних. Это не человеческая мудрость, это не философия земная, это слова, которые сказал сам Господь Иисус Христос, воскресший измер. Вспоминая павших сотрудников, наш разум не должен цепенеть из соприкосновения со смертью. Нам нужно задуматься и спросить, хранили бы мы память о наших героях, если бы со смертью все заканчивалось, если бы смерть уничтожала личность навсегда. Наверное, нет. Даже люди с мировоззрением, исключающим веру в Бога и вечную жизнь, как известно, приходят на могилы, движимые этим Богом данным священным чувством внутренней духовной связи с умершими. В начале активного строительного сезона глава Кузбасской митрополии, митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх, совершил объезд строящихся храмов областной столицы. Первым делом Владыка побывал в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строящемся в центральной части города. Его настоятель, отец Георгий, показал архиерею установленный иконостас, который в скором времени будет заполнен приготовленными иконами. Владыка убедился, что нижняя цокольная часть храма уже полностью готова к эксплуатации. Осталось лишь навести порядок. Оценив внутреннее убранство, правящий архиерей попросил ускорить внешнюю отделку храма. В храме воскресенье Христова Владыка осмотрел и оценил качество внутренней отделки нижнего храма, внешний вид фасадов дома Причта. Настоятель, отец Иоанн Павлюк, рассказал о том, что планирует в этом сезоне начать благоустройство территории храма. Проместные варианты, чтобы каркас сделать здесь, в Кеймерово, в Кузбассе, чтобы было дешевле. Сейчас с Хартом специально прорисовывают проект, ну а там постепенно будем деньги находить. В храме Казанской иконы Божьей Матери Владыка выслушал пояснение его настоятеля протеерея Дмитрия Мошкина, посмотрел новый иконостас, установленный в нижнем храме, оценил ход работ по отделке церковно-приходских помещений. Вокруг храма сейчас идут работы по благоустройству и озеленению. Строители приступают к облицовке цоколя гранитом. Так, с владыкой контейнера пока используют. Вашу эту запорку вставлено. А забор стоял тот, внутри которого мы работали. Правящий архиерей ознакомился с ходом строительства, поблагодарил настоятелей за проделанную работу и пожелал ускорения темпов в новом строительном сезоне. 3 июня на православных богословских курсах в городе Кемерово состоялось награждение выпускников 2-го образовательного модуля подготовки церковных специалистов, катехизаторов, миссионеров и молодежных работников. Подготовка миссионеров, Рытовой Ольги Акиповки. Поздравляю вас с получением помощи Божьей. Жашкову Анатолию Васильевичу. Примите наше поздравление и пожелание помощи Божьей в нашей жизни. Вручается свидетельство об окончании 2-го образовательного модуля посреднесрочной программе. Также выпускными дипломами были награждены студенты основных образовательных модулей «Основа православного вероучения», «Обзор православного вероучения» и «Школа псаломщиков». Выпускников приветствовал митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх. Православные богословские курсы имени святого Иоанна Богослова в Кемерово сегодня завершают 15-й по счету учебный год. И сегодня документы об окончании той или иной образовательной программы получат слушатели курсов, которых ныне уже можно именовать выпускниками. В этом году в пределах Кузбасской митрополии 730 новых выпускных свидетельств подготовлено для вручения. В том числе 207 из них для выпускников курсов города Кемерово. В Священном Писании есть такие слова «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это говорит нам о том, что для обретения дара веры необходимо изучать, слышать и слушать православные истины. За 15 лет православные богословские курсы имени святого апостола Иоанна Богослова открылись во всех городах Кемеровской области, а свидетельства об их окончании получили около 4500 человек. Подвигло узнать больше всего о нашей вере. Как и любой предмет, надо его знать досконально, чтобы понимать его, во что мы веруем, и для чего это нам нужно, и рассказать еще детям и внукам уже, всем своим. Как же мы с мужем уходим в храм, детей водим, внуков ходим, кто им расскажет? Ну как, обязательно нужны для того, чтобы элементарно нас просветить. Вот столько людей сейчас идут, некоторые идут, потому что надо. Мне надо, для чего? Ну модно, все сейчас крестятся. Потом приходят и говорят, ну как-то меня плохо обслужили. То есть немножко у нас даже вот элементарные первые шаги, как в магазин народ идет, да? И что-то не так, говорят, ну я, наверное, не пойду. Даже нет понимания, что ты к Господу идешь. Всего на курсах в Кемерове в этом учебном году трудились 30 преподавателей, а за партами сидели более 400 обучающихся. В духовном смысле пользу получили и учащие, и учащиеся, поскольку процесс образования взаимно обогащает людей. С 31 мая по 2 июня в Кемеровских универсамах федеральной торговой сети «Пятерочка» прошла акция «Корзина доброты», приуроченная ко Дню защиты детей. Акция у нас проходит в честь Дня защиты детей. Продукты мы собираем для нуждающихся из числа прихожан храмов кемеровских влагочиней. Продукты будут переданы многодетным семьям, нуждающимся, матерям-одиночкам, пожилым инвалидам, которые не могут из дома выйти себе продукты купить. Продукты, которые не скоро порчатся, не скоро порчатся, при оплате технокассии, положить в корзину и продажа. Активисты волонтерского центра совместно с отделом благотворительности Кемеровской епархии помогли в проведении благотворительной акции по сбору продуктовой помощи нуждающимся семьям Фонду продовольствия «Русь» и компании «Х5 Ритейл Групп». Просто я работаю в детском саду, так попали вы, хорошо. Но я даже не хочу просто об этом говорить. Но такие дети есть, таких детей очень много, которым не хватает именно ласки материнской доброты. По словам организаторов, цель данной акции – собрать продовольственную помощь для малообеспеченных семей и тех, кто в этой помощи нуждается. В акции приняли участие около 800 волонтеров, в том числе сотрудники магазина. В общей сложности были задействованы 122 магазина-сети. Один раз купил велосипед, тренажер для инвалида, потому что парализованный человек, надо заниматься было, развивать. Ну, так-то. Потому что вот действительно дети, особенно здесь дома, они не адаптированы совсем. Поэтому им, конечно, нужна помощь, поддержка, чтобы именно в жизни им устроиться достойно, иметь заработок, иметь семью и, в общем-то, и содержать своих детей. А то часто ведь дети потом, вот таких родителей опять попадают в детдомы. Поэтому вот я и желаю таким детям и молодежи уже подрастающей, чтобы они, ну, они верили в лучшее, конечно, что, да. Ну, я, в общем-то, оптимистка, чтобы они были оптимистами, чтобы они правильно мыслили. Детям пожелать я хочу всего самого светлого, чистого, доброго. Ну, и побольше счастья, чтобы было в жизни. Желаю детства счастливого, обеспеченного, светлого, чтобы не было мыслей, что покушать, всегда было радостным в душе, настоящее детство было. Подобный проект уже был успешно реализован в прошлом году. Тогда в рамках акции, приуроченной ко Дню Матери, было собрано порядка пяти тонн продуктов. Наборы получили 625 нуждающихся и многодетных семей из восьми регионов России. 3 июня в областной столице Кузбасса состоялась встреча ежегодного крестного хода сплава, организованного силами клириков митрополии и сотрудников МЧС России по Кемеровской области. Маршрут проходит по реке Томь от границы с республикой Хакасия до границ с Томской областью. Стартовал ход сплав 28 мая. Сначала участники отслужили молебен о благополучии нашего региона в часовне в честь святителя Луки Войны Ясенецкого на станции Лужба, а затем выдвинулись в сторону Томска. Сразу после схода участников мероприятия на берег в Кемерове у мемориала кузбассовцам погибшим в Великой Отечественной войне был отслужен молебен перед местно чтимой иконой Божией Матери Покров над землей Кузнецкой, которая сопровождает ход сплав на всем его протяжении. Во встрече крестного хода сплава принимали участие сотрудники МЧС, парни из братства православных ратников, казачьего клуба «Патриот», Центра военной спецподготовки молодежи «Витязь», а также прихожане городских храмов. Кемеровчанам участники встречи продемонстрировали боевые навыки и умения. Кемеровчанам участники сплава продолжат свое путешествие, направившись вниз по течению. Они сделают остановки в Мазжухе, Верхотомском, Подьякове, Калмогорове, Паламошном, городе Юрге. Завершится сплав в селе Зеледеево. Во всех местах остановки крестоходцев совершаются крестные ходы и молебны о благополучии региона. Организовываются встречи с населением, властями, представителями общественности. Мы начинали крестный ход, еще снег лежал по берегам реки Таня. Вы знаете, крестный ход он раньше же совершался. Он совершался казаками еще до революционной годы. Из храма Преображенского собора до города Томска. Этот крестный ход, он как бы, знаете, этим люди выражали свою любовь к Богу. Этим крестным ходом народ пытался вместе объединиться, попросить у Бога на грядущий год урожая, чтобы Господь благословил труды грядущего лета, чтобы Господь хранил семьи, чтобы народ был сильным, только сильным способен любить и противостоять своим страстям, а вообще противостоятельствам. И поэтому крестный ход, он как бы объединял весь народ наш. И вот возрождение тех древних традиций, мы пытаемся, наверное, все-таки снова возродить вот эти традиции, чтобы они воспитывали нашу молодежь, чтобы молодежь помнила свою историю, любила свой родной край. То, что православная молодежь тоже подтягивается к вопросам военно-патриотического движения, это также радует. А самое главное, видно, что Россия поднимается с колен. Не сильно, но поднимается. Но от себя лично, как председатель ДСААФ, хочу поблагодарить за организацию данного крестного хода, это администрацию Кемеровской области, а самое главное, администрацию города Кемерово. Потому что, как бы трудно ни было, но они пошли навстречу и выделили нам хороший плав средства, то есть основной плав средства – это катер КС. Также спонсоры помогли нам с топливом в городе Кемерово. На протяжении всего этого шествия по водам возносится молитва о благополучии Кузбасса. И поэтому хотелось бы особое слово благодарности сказать и организаторам, и участникам этого крестного хода сплава за то, что эта добрая традиция поддерживается. И мы верим в то, что благословение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, с образом которой этот крестный ход осуществляет свое шествие, это благословение пребывает с Кузбассом и со всеми верными чадами Русской Православной Церкви. Мне в сегодняшний день хотелось бы сугубо поприветствовать абсолютно всех вас, потому что сегодня, согласно церковного календаря, Святая Церковь прославляет всех святых. А это значит, что сегодня особенный день у каждого из нас с вами. И, пользуясь случаем, я всех вас поздравляю с именинами, с Днем Тезаименинства, с Днем Прославления наших с вами Небесных Покровителей. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Безопасность участников крестного хода обеспечивают сотрудники МЧС России. В настоящее время большая часть пути пройдена. Позади уже более 150 километров. МЧС Уважаемые телезрители, нам крайне важны ваши мнения. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. А на этом у меня все. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok